Добрый день, дорогие друзья! Я рада, что вы заходите. Спасибо вам огромное! Хотела сделать небольшой обзорчик приятных вещей. Посмотрите, какая корзиночка. Это тоже всё социального магазина. Подсвечники красивые. Они, конечно, все уже антикварные, эти подсвечники. Один из них, который стоит у меня, есть. Не этот, а другой, я потом покажу, если ещё раз дойду до него. Вернусь, наверное. Вот эта корзиночка стоит 8 евро. Вот это тоже винтажный, это точно, конечно. А нет, у меня немножко другой подсвечник. Ну и не важно. Но важно тоже, что старенький. Корзиночка прям с розочками. Так кругом сделана хорошо. Нигде ничего не отбито. И это... Ну, покрутила, посмотрела и поставила на место. Ещё там эти лампы. Я одну лампу вам показала в минутном ролике. А вот такая же. Ну, это чехия. У меня наподобие вазы есть, но не с таким красивым узором. Тут прям цветы и лепнина такая. Такая золото и розовое стекло. Ну, красота и золото везде и всюду ещё существует. Нигде не облупилось ничего. Ну, вот кто-то сдал же эту лампу в магазин, да? Кому-то вот уже не надо. А кто-то купит. И такой плафон красивый. Салатный цвет очень подходит. Но что-то я там цену не нашла. Но я думаю, она дешевле, чем та синяя. Потому что она меньше размером. Красота прям. Мне одна женщина подсказала, что чехия. Ну, да, я так и думала. У меня ваза похожая есть. Только такая другим цветом. Такая, как бы сказать, как марганцовое стекло. Да, как цвет такой. Ну, а синяя тоже очень красивая. Кто не видел, так вот можно здесь посмотреть. Посмотрите, какая красота. Но это тоже лампа. По 25 евро стоит. Тут столько цветочков. Сделано лепниной и золотом такой медальон. И золото, и синее стекло. Очень красиво. Плафон. Вот единственное, мне плафон не очень нравится. Он какой-то смотрится дешево, как пластик. Может, это и есть пластик, не знаю. Но лампа. Красота. Вот, думаю, надо мне показать. А то я это в минутном ролике показала. А обзор мы не сделали. И очень красивые. Там еще были лампы. Но я что-то их не стала все снимать. Может быть, в следующий раз пройдусь по лампам и по мебели, которая стоит в этом зале. Не антикварная мебель. Потому что антикварная мебель у меня есть ролики. А вот там каждый раз что-то меняется, где и посуда, и мебель, на которой стоит посуда. Но вот один шкафчик я вам все-таки покажу. В нем стоит, наверное, 100-летний сервис. Очень старинный. И это, ну, сам шкаф. Сам шкаф. 350 евро стоит. Смотрите, какая отделочка. Ну, антикварная мебель, она, скажем, недешевая стоит. Поэтому, ну, какая отделка была в то время. Как они все-таки делали. Мастера были же во все времена. А и сейчас есть, я думаю, мастера. Просто, наверное, не так много спроса на такую мебель. Потому что мода меняется быстро. А человек купит, а потом что ее? Куда ее девать? Ну, вот как-то так, мои хорошие. На этом я заканчиваю свой обзор. Я вам желаю всего самого доброго. Спасибо, что заходите и смотрите за хорошие ваши комментарии. Пусть благословенные, с хорошим настроением создавайте красоту. А я к вам буду заходить в гости и смотреть все, что вы показываете. Буду с вами ездить на рыбалку, ходить в лес гулять, ходить по берегу, разглядывать дома в городах. Как же это прекрасно, что я могу везде побыть, сидя дома с телефоном. Ну, я давно тоже не ездила на море. Надо выбрать момент и с супругом съездить. Пока-пока, мои хорошие.